Старая машина из дедушкиного гаража «Искра» пробежала еще на минувшем праздновании Дня России. На выставке в парке Пушкина руководитель муниципалитета посидел за рулем президентской черной «Черной чайки», возрожденной руками мастеров «Артикара». Сейчас она в частной коллекции. «Слушайте, она уйдет сейчас к заказчику, коллекционируют, и ее спрячут. Я говорю, выстои, пускай люди увидят. А потом, говорю, пускай прячут ее в гараж. И ребята отвезли ее на эвакуаторе и поставили, чтобы люди все увидели. Сейчас она стоит где-то в гараже, спрятана, ее никто не видит. Машина была Горбачеву, полную реставрацию прошла, глубокую. И мы ее собрали, если видели. За несколько лет через эти цеха прошло множество машин. Клиенты – люди состоятельные со всей России и даже ближнего и дальнего зарубежья. Один из последних – житель США. Американец просит отреставрировать правительственный ЗИС. Реставрация, конечно, дело не дешевое, признается Георгий Ливонович, но прокатиться на старой машине – невообразимое удовольствие. Для себя он воссоздал ГАЗ-21. Модель люксовая, белая, она, конечно, парадно-выездная. В повседневной жизни Георгий Шакарян ездит на современном авто, но по праздникам любит прокатить семью на своей раритетной красавице с узнаваемым оленем на капоте. Такую же «Волгу», конечно, не люксовую модель, угонял Юрий Деточкин в комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». А еще 21-е были популярными машинами такси. Звук при открытии багажника спутать ни с чем другим практически невозможно. А в этом помещении пылятся в ожидании второй жизни еще несколько десятков отечественных и зарубежных машин. Эта металлическая старушка с большой историей – немецкая «Вандерер» – машина одного из крупнейших производителей авто до военного времени, вошедших впоследствии в концерн «Ауди». Когда-нибудь они, как в былые времена, заблестят новой краской и огласят округу ревом моторов. Но не всем так повезло. Этот унылый экземпляр – донор. У него заимствуют запчасти. В цеху по изготовлению деталей в самом начале процесса возрождения стоит совсем не пафосный, но такой родной запорожец. С незаслуженно забытой системой воздушного охлаждения мотора. Здесь мастера самостоятельно нарезают, например, болты и шайбы, те, что проблематично найти в оригинале. Ценятся, конечно, СССРовские. Их долго очищают от ржавчины и приводят в надлежащий вид. На обработку ведра старых шайб может уйти до трех дней. Полностью на работу с одной машиной уходит при этом два-три года. Вообще предприятия полного цикла именуются так, потому что в одном месте проходят все стадии реставрации. Для этого владелица и идейный вдохновитель потратил немало сил и времени. Около четырех лет назад Георгий Шакарян приобрел в поселке гектар земли. Вложил все, что было в стройку и оборудование цехов. Есть, например, один из самых больших по размерам покрасочных боксов. Это не прихоть, а необходимость. Ведь ретроавтомобили значительно больше современных легковушек. Непосредственно с машинами работают 15 человек. Руки у мастеров хоть и золотые, но порой их не хватает. В команду с удовольствием примут пополнение. Все выполняют свою функцию и делают, работают. Стараются вторую жизнь дать автомобилям советской эпохи. И чтобы наши дети и наша молодежь знала, вот эти люди. Это действительно, когда в потоке автомобиля едет машина наша, советская еще, отреставрировала. К ней, от нее взгляд не оторвать, на нее все взгляды, все приковываются. Я это заметил на себе. Будет ехать Бенкли, Ройс-Ройс, Феррари даже. Будешь ехать на Копейке или на Победе, или на Зиме, все будут смотреть на нее. В обозримом будущем Георгий Шакарян хочет открыть на территории центра настоящий музей автотехники и курсы по подготовке первоклассных специалистов. Сам он, когда-то забросив карьеру футболиста в Москве, в течение 10 лет учился премудростям автореставрации, где только можно. Получив бесценный опыт, даже решил сконструировать собственный автомобиль. Это внушительное чудо техники создается по его чертежам. Но и обязательно хочется показать излюбленный экземпляр российских блогеров, который частенько приезжает сюда для съемок этого зеленого красавца. Под капотом советского автомобиля усовершенствованный движок «Шевроле» 800 лошадиных сил. Разгоняется газ до 100 километров за 4 секунды. Это не фантастика, это «Артикар-Н». Глава района пожелал коллективу дальнейших успехов и развития в бесценном деле сохранения истории советского автопрома.